Недавно, когда мы с сестрой Холланд вышли из самолета в одном из отдаленном аэропорту, нам на встречу с приветствием поспешили три очень красивые женщины, которые прибыли тем же рейсом. Они оказались членами церкви, что было вовсе неудивительно, поскольку люди не нашей веры, обычно не подбегают к нам по аэропорту. Мы неожиданно разговаривали, и вскоре все три со слезами признались, что они недавно развелись с мужьями, и что в каждом из трех случаев мужья были неверны им, и в каждом случае разлад и грех выросли из увлечения порнографией. Начиная свое выступление с такого печального предисловия, я чувствую то же, что Иаков в былых времен, который сказал, «Печалит меня также и то, что я должен обращаться к вам с такой суровой лечью, присутствием тех, у большинства из которых имеются весьма нежные, непорочные, смеенные чувства. Но нам приходится быть прямолинейными». Возможно, во мне заговорил отец или даже дедушка, но при виде слез в этих молодых женских глазах, на моих глазах тоже выступили слезы, а вопросы, которые они мне задали, заставили меня самого задуматься. Почему сегодня нас окружает моральное разложение, и почему, в числе его жертв, которым оно наносит глубокие раны, так много людей и целых семей? Но, разумеется, я мог сам ответить на свой вопрос, по крайней мере, частично. Почти каждый день все мы со всех сторон подвергаемся нападкам безнравственности, заполнившие все вокруг. Кинематограф, телевидение и музыка становятся все более порочными, все больше и больше наполняясь грубым языком и половой распущенностью. Печально, что те же самые компьютерные и интернет-технологии, которые позволяют мне заниматься семейной исторической работой и готовить имена к храмовой работе, без использования фильтров и специальных программ позволяют моим детям или внукам заглядывать в огребную яму мирового масштаба, содержимое которой, подобно бомбе, способно навсегда оставить воронку в их разуме. Вы помните, что те молодые жены признались, что неверность их мужей началась с пристрастия к порнографии. Но ведь безнравственность не исключительно мужская проблема, и гляшить могут не только мужья. Компромисс, достижимый одним щелчком мыши, включая то, что может произойти в виртуальном общении чата, нелицеприятен. Он затрагивает мужчин и женщин, юных или пожилых, состоящих или не состоящих в браке. И чтобы еще больше упростить доступ ко всему этому, искуситель неустанно расширяет сферу своего влияния на сотовые телефоны, видеоигры и айподы. Если мы перестанем рубить ветви древа зла и ударим непосредственно по его корню, то обнаружим там тающуюся похоть в самых разных ее проявлениях. Похоть — слово неблагозвучное, да и к самой теме, разумеется, обращаться не стоит. Но есть серьезное основание тому, почему в некоторых традициях она известна как наиболее смертоносной из семи смертных грегов. Почему же похоть — смертный грех? Помимо того, что она на чисто изгоняет духа из нашей жизни, я думаю, она является грехом еще и потому, что обесценивает и способна разрушить самые важные и самые святые отношения, которые Бог дает нам в земной жизни, любовь мужчины и женщины друг к другу и желание супружеской пары иметь детей, которые могут остаться в их семье навечно. Однажды кто-то сказал, что настоящая любовь остается такой лишь до тех пор, пока она постоянна. Истинная любовь долгосрочна. А вот объекты похоти меняются с той же скоростью, с которой можно перевернуть страницу порнографического журнала или смирить ненасытным взглядом проходящего мимо человека, будь то мужчина или женщина. К настоящей любви мы относимся очень трепетно. Именно так я отношусь к сестре Холланд. Я о такой любви мы готовы рассказать всему миру. Однако похоти сопутствует стыд, обман и почти патологическая тяга скрытие от окружающих. Чем позже час и чем темнее за окном, тем лучше. И не забыть запереть дверь на два оборота, так на всякий случай. Любовь побуждает нас инстинктивно тянуться к Богу и к окружающим. Похоть, напротив, лишена богобоязненности и поплелению исключительно эгоистично. Любовь приходит с распростертыми объятиями и открытым сердцем. Похоть приходит с ненасытным аппетитом. Таковы лишь несколько причин, по которым извращение подлинного смысла любви, мысленно или физически, с другим человеком настолько губительно. Оно разрушает то, что по значимости уступает лишь нашей вере в Бога, то есть доверие к людям, которых мы любим. Оно потрясает основания доверия, на котором зыждется нынешняя, а, возможно, и будущая, любовь. И чтобы восстановить утраченное доверие, нужно очень много времени. Если дело зайдет слишком далеко, неважно, идет ли речь об отдельном человеке, члене семьи, общественном деятеле или должностном лице, руководителе предприятия, звездных экранов и великих спортсменах, то очень скоро на доме, когда-то построенным сновением дать приют гражданам, несущим моральную ответственность за свои поступки, можно будет повесить табличку «Свободно для заселения». Вне зависимости от того, состоим мы в браке или нет, давайте немного поговорим о том, как защититься от искушения и в каком бы обличье оно ни пристало пред нами. Возможно, нам не исцелить всех болезней общества, но давайте побеседуем о том, что может сделать каждый из нас. Первое, и самое важное, держитесь подальше от людей, материалов и обстоятельств, способных вам навредить. Люди, сражавшиеся с алкоголизмом, знают, что балансирование на краю искушения может привести к гибели. Также дело обстоит и с нравственностью. Подобно Иосифу, который бежал от жены Патифара, просто спасайтесь бегством, ведите как можно дальше от предметов и людей, которые вас искушают. И, пожалуйста, переселяясь подальше от искушения, не оставляйте свой новый адрес. В определенные моменты людям с кованными цепями пагубных привычек или пристрастий нужна скорее помощь со стороны, чем просто концентрация собственных сил. Это может относиться и к вам. Ищите такую помощь и с радостью примите ее. Поговорите со своим епископом. Последуйте его совету. Попросите о благословении священства. Пользуйтесь программой, которую предлагает семейная служба или стремиться получить иную подходящую профессиональную помощь. Непрестанно молитесь. Просите, чтобы вам помогали ангелы. Помните, что помимо компьютерных фильтров и сдерживающих чувств, единственный способ по-настоящему управлять свою жизнью – это самоконтроль. Учитесь лучше себя контролировать, даже попадая в ситуации, кажущие себя безобидным. Если телепередача неприлична, выключите ее. Если кино окажется грубым, выйдите из кинозала. Если у вас завязываются неприемлемые отношения, порвите их. Многие из упомянутых случаев в начале могут и не причинить зла, но они способны притупить нашу способность, вынести суждения, помрачить нашу духовность и привести к последствиям, способным в итоге причинить зло. Старая поговорка говорит о том, что путешествие в тысячу миль начинается с одного шага, остается в силе, поэтому смотрите, куда ступаете. Незваные мысли могут войти в наш разум, как ночные грабители, и они действительно ищут такой возможности. Но нам не нужно бросаться отпирать им дверь, поить их чаем с пышками, а потом рассказывать, где хранится столовое серебро. Да и в любом случае, чаем поить никого не надо. Гоните разбойников прочь. Замените непристойные мысли надеждами на будущее и радостными воспоминаниями. Представьте себе тех, кто вас любит. и чье сердце будет разбито, если вы их подведете. Ни один мужчина избежал греха и глупостей, вызвав из памяти лицо своей матери, жены или ребенка, ожидающих его возвращения домой. Какие мысли вас не посетили, следите, чтобы они были зваными гостями в вашем сердце. Как однажды сказал древний поэт, вместо довода будь ваша воля. Развивайте в себе способность чувствовать духа Господа. Будьте там, где он. Следите, чтобы это касалось вашего дома или квартиры, отражаясь на произведениях искусства, музыке, литературе, которую вы там храните. Если вы удостоились обличения, бываете в храме так часто, как того позволяют обстоятельства, помните, что храмы вооружают вас силой Бога и слава его вокруг вас и ангелы его охраняют вас. Оставляя храм, помните о символах и обещаниях, которые вы с собой носите и никогда отвергайте их и не забывайте. Когда возникают проблемы, большинство людей начинают причитать, о чем я только думал. Вообще-то, о чем бы они ни думали, их мысли были явно не о Христе. И все же, мы, будучи членами его церкви, торжественно обещаем каждое воскресенье своей жизни взять на себя его имя и всегда помнить его. Так давайте же помнить его с большим усердием, а особенно о том, что он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. И что он был мучим за беззаконие нашими и ранами его мы исцелились. Конечно, образ наших действий изменился бы коленным образом, если бы мы не забывали, что каждый раз твоя согрешение мы причиняем боль не только своим любимым, но и ему, который так сильно любит нас. но если мы все-таки грешим, каким бы серьезным ни был этот грех, нас может спасти вся та же величественная личность, наделенная единственным под небесами именем, посредством которого любой человек может спастись. стоя лицом к лицу со своими согрешениями, с душой, терзаемой настоящей болью, давайте жи, подобно кающимся Алме, произнесем слова, способные изменить жизнь. О, Иисус, Сын Божий, помилуй меня. Братья и сестры, я люблю вас. Президент Монсон и другие руководители любят вас. И что намного важнее, вас любит ваш Отец Небесный. Сегодня я пытался говорить о любви, об уважении к ней, ее надлежащих проявлениях в истории нравственного здорового общества, о святости любви между мужчиной и женщиной, состоящими в браке, и о семье, которые в итоге создают эту любовь. О проявлении любви в искуплении того, кто стал воплощением милосердия, приходящей через милость самого Христа. «Где это было уместно, я говорил о дьяволе, лукавом, отцел жицов и похоти, который делает все возможное, чтобы противостоять всему-то этому, чтобы осквернить и обесчестить настоящую любовь, где бы он с ней не столкнулся. Я также говорил о том, как одновременно с этим он хочет разрушить нас самих, если это возможно. Сталкиваясь с испытаниями в наши времена, мы можем воскликнуть подобно молодому Нефию, «Я не отдамся больше врагу души моей». мы можем отогнать от себя Искусителя. И если наше желание будет достаточно искренним и глубоким, враг сможет быть изгнан силой Искупления Христа. Более того, я обещаю вам, что свет Вечного Евангелия сможет и будет снова сиять там, где, как нам казалось, на жизнь спустился безнадежный, неотвратимый мрак. «Да пребудет с нами радость от того, что мы верны своим важнейшим и лучшим качествам, храня свою любовь, свой брак, свое общество и свои души такими чистыми, какими они задуманы Богом. Об этом я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.